Это не прогулка инспекции, а представители администрации города, сочинской организации инвалидов-колясочков и монтажники проверяют технику, которая должна была сделать удобным по городу передвижение людей с ограниченными возможностями. Перед Паралимпийскими играми курорт стал лидером в стране по организации доступной среды. Но уже через полгода большую часть оборудования хулиганы вывели из строя. Чаще всего ломают поручни, они за собой тянут и привод этих поручней, все дорогостоящее опять же, зарядки снимают, аккумуляторы выдирают. Чтобы починить один такой подъемник, говорят мастера, уходит не одна неделя. Все оборудование импортное, приходится ждать доставки запчастей из Италии. Александр Ермолов не ожидал, что масштабы разрушений так велики. До этого рейда считал, что собственники подземных переходов просто отключили механизмы, как говорится, до лучших времен. Осмотр показал, только в центральном районе 90% лифтов и подъемников сломаны. Это моральные уроды, я не знаю. Просто фактически берут и отнимают деньги у инвалидов, потому что эти деньги могли как-то тратиться дальше на развитие доступной среды. Всегда хочется ехать, отдыхать здесь. А возможность нормально отдохнуть и насладиться красотами города просто у нас отнимают. Такого варварского отношения к городскому имуществу прохожие также не понимают. Ведь деньги, которые сейчас потребуются на ремонт подъемников и пандусов, можно было потратить на строительство детских и спортивных площадок. Крайне отрицательно отношусь к данной ситуации, потому что ремонтная работа происходит за счет наших средств, налогоплощадщиков добросовестных. В данном случае я считаю, что вандализм нужно пресекать на корню и достаточно жестоко наказывать. На ремонт подъемников и лифтов в подземных переходах Сочи потребует по предварительным подсчетам 18 миллионов рублей. Деньги, по словам главы города, будут выделены в полном объеме. Планируется оборудование видеокамерами с выводом на безопасный город. Разрабатывается вариант о том, чтобы в подземных переходах разрешить определенные торговые места круглосуточные для того, чтобы те предприниматели, которые будут находиться, визуально смотрели за лифтами, обслуживали их, помогали людям с ограниченной возможностью. К обеспечению доступности подземных переходов муниципалитет решил подойти комплексно. Там, где необходимо, установят дополнительные пандусы. Преграды на пути колясочков, как, например, на Светлане, уберут. Доступная среда в центре курорта, по словам представителей мэрии, будет полностью восстановлена до конца сентября.